Здравствуйте дорогие мои подписчики, также гости канала Сама Себе Огород. Сегодня я хочу рассказать, вернее показать урожай баклажанам, которые я сеяла. Это скороспелые и царская икра. Кто со мной знаком, тот видел мои публикации. С самого начала, даже из семян, как я делала посел. И теперь вот хочу показать урожай. Вот они, выбахали до метра кусты. Так, сейчас как поближе показать. Вот такие вот баклажанчики. Вот такие вот размеры. Если честно, я их попутала. Где-то царская икра должны быть ровненькие, а скороспелые, они такие пузатенькие. Вот такие они у меня в теплице выросли. Баклажаны очень любят поливы. Они очень прожорливые. Вот так вот выглядят мои баклажаны, друзья. Ну, хочу сказать, что есть пожелтевшие. То, что они долго сидели у меня. Не было здесь ничего долго, ни цветения. Потом появились, вот они ровненькие. Вот это, скорее всего, уже будет царская икра. Такой ровненький баклажан. Ну, я считаю, что урожай неплохой. Цветение продолжается. Хотя сегодня у нас 8 сентября. В теплице они у меня постоянно здесь все открыто. В теплице. Ну, я почему-то рассчитывала, что урожайность будет больше. Здесь вот он завалился один. Цветения здесь очень много. Баклажанов. Вот такие кусты до сих пор цветут. Вот такие вот. Вот такой вот урожай, друзья. Здесь только маленькие начинаются. Как бы показать поближе. Ну, что, я хочу сказать, друзья, что они, конечно, болели. Когда перепады были температур. Именно вот весной, в начале лета. Они как сидели на месте, как бы. А теперь вот они начали вот так расти, разрастаться, цвести. Ну, что, подкармливаю, стараюсь каждую неделю. Хотя везде пишут, что баклажаны любят как можно чаще подкормки. Но я стараюсь один раз в неделю их кормить. И вот таким образом у меня все выглядит. И они очень прожорливые. Пить хотят чуть ли не через день. Тут теплиться и поливать приходится часто. Вот и все, друзья. О чем я хотела с вами сегодня поделиться. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok